Если вы читали югу Васишска, то там Рама, когда он пришел к юге Васишска, он испытывал разочарование. Его понимание о том, что все тщетно, что этот мир иллюзия, он же это все уже понимал, когда пришел. То есть, что этот мир иллюзия, что желание это бездонное, что жизнь это страдание. И что тогда? Папу беспокоило, папу короля беспокоило, что Рама не выходит никуда, не развлекается с девушками. Он сидит в комнате и худеет, потому что ничего не ест, его ничего не интересует. В процессе пробуждения мы все переживаем такой момент разочарования. Этот момент, ну вот некоторые пишут, я как овощ сейчас, вроде как бы ничего не хочу. Ведь смысла нету никакого ни в чем. И как бы нету вот этой мотивации. У эго же как? Помните, чтобы быть нужными? Как вы там, моторчик у вас подогревался, да? И давай хвостиком вилять направо-налево, улыбаться всем, подавать там, ну и так далее, да? Понимаете, а вот разочарование, все, это все ложь. А зачем тогда это делать? А вообще зачем тогда что-либо делать? Вот возникает такая сложность, это момент разочарования, да? Ее гласишко объясняет, но здесь, конечно, включается адвайт с позиции вот иллюзорности, с позиции осознанного сновидения, что сознание действует без причины. Даже если вы ничего не делаете, как бы вот если просто лечь, но это вы просто будете как бы осознанно лежать пять минут, а потом уже что-то вы куда-то встали, куда-то пошли, что-то сделали. И это просто признак опять вот этого тонкого эго. Это же тонкое эго. Вот у Рамы было тонкое эго, вот это разочарование. Но когда мы понимаем разницу между тонким эго и признаемся себе, что да, это тонкое эго, и из него нужно снова что сделать? Разотождествиться. Потому что когда мы отождественны сознанием, еще не раз будут вот эти вот отождествления с тонким эго и вот эти вот переживания, которые будут казаться реальными. Вы знаете, вот у Дон Хуан он говорил, но я сейчас своими словами, потому что я точно не помню вот ту красоту фразы. Этот вот мир, который или вот эта вот ложная часть тебя, она просто так не сдастся, она тебя еще своим хвостом ударит напоследок. Это просто нужно понимать. Путь — это самый сложный из всех возможных путей в жизни. Он сложнее, чем все остальное. Может быть, даже то, что люди идут к олимпийской медали, у них же тоже тяжелый путь. Это же работа такая, да? Но это не такой сложный путь, как путь к выходу из этой иллюзии. Потому что, понимаете, вы действительно идете вопреки всему и наперекур всей матрицы. Видите, из этой матрицы нету выхода никакого. У нас же как второй раз, и это уже программа. Первый раз произвольно, спонтанно, а второй раз — это уже программа. И уже зависимость там какая-то. И как вот каждый раз спонтанно? А ум еще, он же как настроен? Не спонтанно действовать, а именно вот рационально, да? То есть не спонтанно пройти там с цветочками любоваться, а коротким маршрутом пройти быстро. Поэтому ум, он же, мы его тоже говорили, он же безграничен. И он есть все. Мы же вот сейчас с вами все воспринимаем через ум, восприятие, функцию ума. А вот сознание, оно как-то бэкраундом. То есть смотрите, вот эта осознанность. Мы сейчас с вами воспринимаем, но мы можем одновременно быть осознанными, а можем и не быть. Но восприятие ума от этого не изменяется. Но когда появляется осознанность, когда мы только ум, то у нас внимание направлено только вовне. Но когда пробуждается осознанность, то есть сознание, да, то у нас внимание двунаправлено. Мы одновременно видим внешнее и можем осознавать себя в сознании, да? И поэтому у нас, потому что мы же столько тренировались. Мы же когда вот уходили в медитацию, мы куда внимание направляли? Мы же направляли внимание на источник, на него. А потом сколько практик. Это же тоже не так вот, чтобы сразу с бухты барахты, да? Это же день за днем, год за годом. И так вот проходили в самых разных ситуациях. Мы же вот сидели, да, там сначала там сколько-то 20 минут, потом час, потом больше, а потом вот такие ретриты мы сидим. Где же мы, почему нам так хорошо? Потому что здесь очень хорошо внимание именно туда уходит. То есть здесь же ничего не отвлекает вот эта сатвическая аура, энергетика. Она туда его, да? И поэтому мы имеем возможность соприкасаться с реальностью. Потому что реальность связана с сознанием. Получается, что мы имеем теперь натренированное внимание ум. Он воспринимает сознание, да? И сознание освещает ум своим присутствием. Но ум как бы его обнаруживает. И одновременно ум, он видит вот эту проекцию, внешний мир, который творится сознанием. Потому что ум есть производное сознание. Что значит пребывать в реальности? Мы умом видим, как творится реальность сознанием. Каждый момент мы обращены вовне. Но мы не теряем связь с самой реальностью. А реальным является только что сознание. Как только мы потеряли связь с сознанием, как бы я вот так вот утрирую, то мы полностью проваливаемся в картинку, которая образована кем? Умом. Без атмана. А ум без атмана — это вселенная иллюзорная. Но когда есть осознанность, то есть связь с атманом, и мы видим Вселенную как проявление сознания, тогда это реально только одно мгновение. А вот теперь давайте сыграем. Но когда я стал наблюдать, а вообще как я провожу время в течение дня, а сколько времени я нахожусь вот в этой живой реальности, и, конечно, я был удивлен. Но, видите, в этом надо признаваться. В этом надо признаваться. И да, здесь вот нужно признаться, и сразу легче как-то становится, и вообще интереснее, потому что это же как бы самообман получается. Самообман — это уже иллюзия. Иллюзия — это тяжесть. То есть это получается, ты как бы на сцене один, и вот двойная жизнь, да, получается. А тут у тебя появляется вот эта вот простота, наверное, да. Опять же, это же тонкое эго, чувство собственной важности, не может признаться себе там, что я такой же смертный, да, или ну как бы вот чего-то там могу не знать. И, конечно же, вы просто запомните, я ещё раз повторяю, что второй враг после страха у нас — ясность. Это вот чувство собственной важности быстро его используют. Я всё поняла, я всё знаю после страха. И вот кто может переиграть эту ясность? Это, конечно, может быть как бы вот сейчас иронично, да, но мы все попадаемся в это. Поэтому то, что я говорю, это не только касается духовного пути там, но вот это испытание, что когда кажется, что ты уже там чего-то, там, конечно, большой соблазн, там это тонкое эго сразу пробуждается. Вот это вот тонкое чувство важности, которое не распознаётся. Оно как-то так ослепляется. Но это да, это испытание такое. Но, видите, это же игра. А как вот так, что... Это же неинтересно играть, если не будет вот таких вот... Таких всяких подковырок. Это просто нужно помнить. Ясность, она к чему приводит? К расслабленности и невнимательности. У нас в теле, в генах запечатана эта информация. Её, понимаете, нам надо вытравить как-то. А как мы её вытравим оттуда? Взять эту информацию. А видите, а мы можем только через очень тонкое чувствование. Потому что гены, раз в генах есть информация, она проявляется в теле. Потому что гены — это бессознательное тело. Почему у нас такой нос, такое лицо, такая шея, такой живот? Потому что это гены определяют всё. То есть это... И вот все наши тенденции ума, они тоже уже запечатаны в генах. Просто они ждут своего часа. Нужна тоже ещё, знаете, подходящая окружающая среда. Но они умеют ждать подходящая окружающая среда, чтобы они проявились. А мы что делаем с этой подходящей окружающей средой, чтобы они проявились? Мы их замечаем, и мы им даём внимание сначала. Помните, я вам говорил, ну не спешите разочисляться. Мы сначала даём внимание, мы же погружаемся, да, в это всё. То есть мы оживляем этот ген. А потом мы его растворяем. Вот этот путь, к которому мы идём, он такой уникальный. Да, я вижу, есть разные направления. Я не спорю с тем, что они работают. Но видите, опять же, куда направлена та стрела? Вот у этого пути есть ещё такой момент. Вот то, что мы с вами делаем, мы из подсознания, из генов выводим вот эту вот разрушающую тёмную энергию. По сути, вот мы-то выполняем задачу эпохи Кали-Юги, потому что в эпоху Кали-Юги все души приходят пережить тёмную ночь. Души. Ну, это же тоже всем известно, да? А мы с вами чем сейчас здесь занимаемся? Мы разве ходим тут, значит, пытаемся улыбаться и там позитивно себя вести, да? То есть мы всё время идём вот в это тёмное. Мы убираем вот ту силу, которая разрушает наше тело. Таким образом продлеваем молодость. Вот это вот ситхи наше побочное явление, да? То есть, ну, смотрите, сколько энергии на этом ретрите мы с вами выводим, да? Но, смотрите, это тоже даёт нам возможность иметь дольше работоспособность, потому что вот эта молодость и так далее, здоровье получше будет. а она нам опять же даст что? Работоспособность. А работоспособность нам для чего нужна? Потому что задача очень большая это. Выйти, ну, вот на тот уровень стрелы, вот на тот последний уровень. Это возможно. Это возможно. И у нас есть время. Понимаете, это такое бесконечное путешествие. Вот эта вот сила, которую вы накапливаете, она вас будет приближать к пониманию. Редактор субтитров А.Семкин